Остановка Центра молодежного творчества – это место пересечения транспортных потоков трех направлений. Именно поэтому автобусов, троллейбусов здесь всегда достаточно много. В очередной раз называемые в народе контролеры не только проверяли оплаченный проезд, но и напоминали гражданам о необходимости ношения маски в общественных местах. Как правило, у большинства они были. Необходимую привычку привили в торговых объектах – нет маски, нет товара. Однако почему-то надеть их некоторые решили, только увидев камеру и после рекомендации ревизионной службы. Масочки одевают, пожалуйста. Мы пока просим, чтобы отели все маски, светиться, медимилов, обострившимся в Брестской области. Да, большинство брещан сегодня ездят в общественном транспорте в маске. Среди тех, кто перемещается на автобусах и троллейбусах, немало людей пожилого возраста. И, как правило, бдительные подстегивают неблагонадежных соседей не нарушать их границы и прибегнут к масочному режиму, иногда делясь даже своими запасами. Пожалуйста, оденьте маску. Но не здесь должен формироваться конфликт, уверены люди. Ведь ношение маски – это как следование этикету. Раз живешь в обществе, старайся его соблюдать. Если не из собственных соображений, то хотя бы из уважения к другим. Немножко расслабились. Есть, конечно, которые, вот даже в транспорт заходишь, ну, как бы, меньше половины в масках. Вообще, немного людей. Надо, чтобы все относились как-то сознательно и заботились друг о друге. Так надо сейчас. Обживую. Не знаете, коронавируска классит. Вот. Это надо заставлять тех, кто не ездит, кто не одеет маски, особенно молодежь. Сегодня активно идут разговоры о том, чтобы сделать ношение маски в общественных местах не рекомендацией, а обязанностью. Возможно, здесь будут приняты меры, регламентируемые административной ответственностью. Пока же специалисты предприятия «Брестский общественный транспорт» стараются обеспечить безопасность передвижения своими силами. Если в автобусе люди не будут ехать в маске, водитель может не поехать дальше, а продолжать стоять на остановке до тех пор, пока коллективный масочный этикет не будет соблюден. Водители сегодняшнего дня имеют право по своему усмотрению останавливать транспортное средство, и здесь будет уже работать механизм коллективной ответственности. То есть все ответственны друг за друга, и обращайте внимание на соседей, которые находятся без маски в общественном транспорте. Предупреждайте, что транспорт на любой остановке, в любом месте может остановиться и дальше не поехать до тех пор, пока все пассажиры не будут находиться в масках. У водителей в обязательном порядке наличие маски и наличие средств для обработки в салоне. Ну понятно, что некоторые транспортные средства, там где изолированная кабина и все-таки целый день находиться в маске, так же не есть правильно. Водители не обязаны в изолированной кабине находиться в маске, но при общении с пассажиров, при продаже билетов масочный режим обязательный. Кроме того, транспортные средства постоянно проходят санитарную обработку, что также позволяет хоть и минимально, но повлиять на обстановку. Точка в этой истории не будет поставлена до тех пор, пока ответственность за свою жизнь и здоровье не возьмет каждый из нас. Поэтому подумайте, что для вас важнее и будьте здоровы!